В парадигме непрерывного образования, поскольку мы бы хотели рассматривать весь процесс образования в виде системы, начиная от дошкольного и заканчивая после вузовского. Но эта парадигма, на мой взгляд, должна опираться на некую концепцию, стратегическую цель, замысел достижения чего-либо, методологию, как совокупность методов. Они могут быть разные, в том числе и в образовании, а также и третий элемент – это саму технологию обеспечения и методологии, и концепции. Вот такая вот совокупность, триада. Все эти три элемента взаимообусловлены и постоянно развиваются. Изменение каждого из них приводит к смене парадигмы. И в зависимости от того, в каком состоянии находится любой процесс, мы с вами выделяем процесс эволюции, революции или стагнации. Революция, когда некий элемент устаревает и приходит ему на смену новую. Что же мы с вами будем рассматривать в этой триаде или в этой парадигме? Начнем с главного – с идеи. Любая концепция предполагает наличие некой идеи по отношению к этим трем элементам. Как мы с вами знаем, идея в образовании в общем случае связана с неким идеалом, когда интересы обучаемого и общества достигают максимума. Вот такой сложный, труднодостижимый идеал, который очень сложно и представить. Попробуем это сделать графически, сформулировав некую гипотезу, что у нас есть инструмент, технология для того, чтобы оценить, насколько мы эту идею достигли. Наличие такого инструмента в принципе сейчас мы обсуждать не будем, но гипотезу рассмотрим. И в управлении, как мы знаем, есть такое понятие – целевая функция, которая при наличии соответствующего инструмента предполагает обеспечение максимума или некоего минимума. При этом технология обеспечивает оценку результата. Это самое сложное в образовании – оценить результат. Попробуем представить себе, что объем образовательных потребностей В обеспечивается неким потенциалом образовательной системы W, и эта система заканчивается достижением результата. Три варианта могут быть – потребность равна в идеале потенциалу, или больше его, или потребность меньше, когда потенциал простаивает. Соответственно, могут быть некие варианты получения результата. Если потенциал невысокий, то и результат также будет невысокий. Потребности не обеспечиваются. Если потенциал больше, чем потребности, то результат выше, чем этот объем потребностей быть не может. Какие же это технологии? В чем они заключаются? Мы с вами можем предполагать, что это всегда будет связано с неким моделированием процесса. Моделирование бывает сложным, не будем рассматривать, но напомним, это может быть структурное моделирование, когда мы строим структуру процесса, потом его функции или функциональное моделирование, и когда мы научимся измерять параметры этого процесса, мы получаем параметрическую модель. Теоретически это возможно. Практически это сделать крайне сложно, но попробуем все-таки выявить эти параметры тоже. Дело в том, что потенциал зависит от L. Это интеллектуальные или кадровые ресурсы, материально-техническое обеспечение, информационный ресурс и другие ресурсы, например, финансовые ресурсы системы и степень управления, обеспеченности нормативно-правыми актами. Но главный ресурс это интеллектуальный или кадровый ресурс. Так вот, по опросам, проведенным среди экспертов, дистанционные образовательные технологии позволяют усилить потенциал до 25-50%. Однако на практике мы сегодня лишь имеем 5-7% от того, что можем. Фактически дистанционные образовательные технологии работают крайне неэффективно. Вот как бы это первый элемент нашей идеи. И вот такое вот системное представление. Мы могли бы разные примеры, разные теоретические подходы с вами рассмотреть. На мой взгляд, лучше всего можно представить в виде концепции когнитивно-продуктивной, поскольку речь идет об измерении результата продукта, мета-технологии, то есть надтехнологии, объединяющей технологии. Но такая мета-технология предполагает наличие эволюции вложенных систем. Вот таким образом можно предположить образ или облик вот этой стратегии, когнитивно-продуктивной мета-технологии. Попробуем перейти ко второму элементу нашей парадигмы, это методология. Существует масса различных подходов в методологии образования разных методов, разных взглядов. И целое облако таких различных педагогических направлений, начиная от конструктивизма, когда результат направлен на личный успех, грубо говоря, коннективизма, на основе сетевого взаимодействия, других каких-то подходов. Появился такой подход, как кураторство содержания, не очень пока проработанные. Масса-масса различных других подходов. Целое облако таких направлений в методологии. Но я бы хотел обратить ваше внимание на особую интересную методологию, популярную в мире, достаточно развитую. Это методология социального конструкционизма, основоположниками которой многие из вас знают, являются Выгодский, Питер Бергер, Томас Лукман и другие ученые. Смысл конструкционизма заключается в том, что обучаемый учитель, администраторы, учебные заведения, общая система образования, работодатели находятся во взаимовыгодных отношениях, участия, взаимодействия, ощущение того, что учащийся формирует что-то для других. И вот это, получая за это сам, и вот это и есть реализация социального конструкционизма, как вложенный элемент в концепцию вот этой нашей метод технологии. Переходим к третьему элементу, в чем же заключается технология дистанционного обучения. И здесь мы можем перейти к рассмотрению кометы трендов. Вот сейчас вы видите ее на экране, в моем переводе из иностранного источника, где обмен знаниями достигается самыми разнообразными инструментами, подходами. На этой схеме мы видим и наличие массовых открытых онлайн курсов, например, Coursera, и виртуальность, в том числе трехмерная виртуальность и так далее. Но с самого пластей кометы и до ее глаза мы видим наличие систем дистанционного обучения, среди которых я бы хотел выделить только одну, это система дистанционного обучения Moodle, поскольку именно она изначально учитывала реализацию педагогики социального конструкционизма. Таким образом, мы можем сделать вывод, что системы дистанционного обучения, сопряженные с различными веб-сервисами и компьютерными программами, вплоть до PowerPoint, обеспечивают наши интересы. В частности, наиболее удачно, на мой взгляд, подходит система Moodle, которая полностью реализует педагогику социального конструкционизма. О ней сейчас мы не будем говорить, но сам факт, что мы сейчас с вами наблюдаем, как выстраивается парадигма в системе непрерывного образования, в которой наиболее слабым местом может являться именно первая часть этой системы измерения оценки результата. На мой взгляд, частично, а может во многом, эти проблемы мы можем решить совместно, например, в группе Facebook. в открытом сетевом сообществе, где в открытую каждый может написать свое предложение, свое мнение, свой ответ по вопросам развития дистанционного обучения, в котором записаны только профессионалы, только сотрудники сферы образования, а также на сайте, который вы сейчас видите, в открытого сетевого сообщества, в котором можно получить всегда консультацию, как зайти на сайт, как что можно сделать, посмотреть новости из мира дистанционного обучения, зарегистрироваться на сайт с помощью любой учетной записи, любой социальной сети, то есть буквально за несколько секунд, посмотреть самые последние новости из средств массовой информации, вот, допустим, именно передача по дистанционному обучению записи можно посмотреть. На этом сайте вход открытый, свободный, имеются системы безопасности, никакой рекламы на этом сайте нет, и возможно, именно здесь мы могли бы увеличить наши общие возможности, подойти совместно в сетевом режиме к разработке такой парадигмы, оказать помощь друг другу, как сейчас мы видим, различные советы коллеги друг другу дают. Спасибо за внимание, я надеюсь, что вам было интересно, но еще больше интерес для меня представляют ваши вопросы, ваши предложения по развитию наших возможностей, о чем я говорил. Дистанционное обучение – это тот усилитель, который увеличивает наш потенциал и, соответственно, увеличивает результат образовательного процесса на любом уровне образования. Спасибо за внимание, до встречи!